Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я снова снимаю небольшой влог. И для начала хочу вам показать немножко пустых баночек. Я сейчас вот прибиралась у себя на столике и нашла несколько продуктов. Хочу вам показать. И вот все мои пустые баночки на сегодняшний день. Немного вот все, что собрала, все, что собираюсь выкидывать, вам показываю. Ну и во-первых, это вот этот сухой шампунь от марки Батист. Именно XXL. Я его беру не в качестве сухого шампуня, а в качестве прикорневого объема. То есть, когда я распускаю волосы, то, ну я думаю, многие, у кого длинные волосы, знакомы с этим, когда до ушей идет вообще прилизанно, а дальше более-менее объемные волосы. Так вот, как раз-таки вот эта штучка мне очень сильно помогает. Как таковыми сухими шампунями, именно в качестве шампуня я не пользуюсь. А вот такой беру, то есть в качестве укладочного средства. Мне очень-очень нравится. Единственное, что после него я потом всегда мою голову. Потому что, ну, есть такая небольшая склеенность. Ну, хотя я наношу его немножко и, в принципе, нормально. То есть, руками по волосам провести можно и липкости не останется. Очень мне нравится. Это, наверное, моя пятая баночка. И вот сейчас я себе 100% закажу еще одну такую. Дальше закончился у меня вот такой кремушек для рук от марки Lumine. Я как-то в своем видео показывала, что мне очень сильно понравились крема для тела от этой марки. И вот я себе в ленте также приобрела вот такой кремушек для рук. Не знаю, показывала я его или нет. Но это, я бы даже сказала, не крем, это молочко. Очень легкое. Вот на лето, да, супер. Не оставляет жирной пленки, хорошо увлажняет. Но я думаю, что на зиму мне будет его недостаточно. То есть я именно вот такое не приобрету больше. Но от марки Lumine, я думаю, что-то еще попробую обязательно. Здесь 100 миллилитров, в принципе, мне хватило надолго, так как это молочко, он даже по консистенции было такое, знаете, очень жидкое. Мне, то есть мне его хватило надолго, вот практически на все лето. Мне очень, в принципе, очень понравилось. Но это для меня такой летний вариант. Также у меня закончился вот такой кремушек от, кремушек для пятокчик от марки Everline. Здесь я именно взяла для потрескавших пяточек. Но у меня пяточки не трескаются, у меня вообще особо нету. Таких проблем с пяточками. Но, в общем, взяла. Мне не понравилось это средство. Да, оно хорошо смягчает, хорошо увлажняет, но оставляет жуткую пленку. То есть настолько, что если вот вы ходите в каких-то шлепках, то прям скользко становится. Особенно вот летом, в жаркий период времени, это вообще не вариант. Я не люблю, когда оставляют пленку на ногах или на руках. Поэтому мне средство не понравилось. Вот именно такое больше не куплю, это точно. Также я уже показывала, у меня закончилась вот такая маска от Botanicus. Повторюсь, это не то средство, которое вот надо прям бежать и покупать. Нет. Неплохое, да, неплохо подпитывает, увлажняет кожу, но не более того. То есть я не буду приобретать вот эту маску, это 100%. Дальше из ухода у меня закончилось вот такое маслице для кутикулы. Я вот такие масла покупаю, в принципе, всегда разные. То есть какие есть, такие приобретаю и использую на кутикулу, как на ножках, так и на ручках. Поэтому вот мне девочки пишут, что у меня всегда ухоженные руки, но у меня прямо ритуал. Вечером я наношу перед сном крем для рук, даю ему немножко впитаться и потом наношу маслечко на кутикулу, втираю также на ножки, если у меня где-то очень сухие становятся пяточки, я могу на эти области нанести, на логоточки, если очень сухие. То есть, в принципе, такие масла у меня уходят достаточно быстро. Ну, вот это неплохое, не знаю, обычное масло, хорошо, неплохо справлялась со своей задачей. В принципе, мне понравилось. И дальше немного декоративной косметики. Вот все-таки добила я свою тушь Диор Шоу и коник вместе с вот этой сывороткой. Сыворотка тоже закончилась. Мне понравилось как тушь, так и сыворотка. Действительно, делают очень красивые, классные ресницы. Сейчас я пользуюсь, я вам показывала клиник. Повторю и сыворотку, и тушь 100%, но по поводу туши мне девочки писали очень много рекомендаций, там и от Maybelline, и белорусской косметики. Поэтому вот когда повторю именно вот это, не знаю, потому что очень хочу после клиник как раз-таки купить себе и Maybelline, и, в общем, и белорусскую там тушь одну мне девочки писали. В общем, поэтому вот эта покупка, повтор вот этих средств у меня, конечно, сейчас откладывается, но и они не бюджетные. И последняя закончилась у меня вот такая помада от марки MAC. Вот такой вот красивый, достаточно попыталась сделать свочек оттенок, такой красный, но, вы знаете, такой красный, который вот на каждый день красный. То есть, ну вот это, по крайней мере, для меня так. В принципе, достаточно комфортная помада, не сушит губки, но она не матовая. Это у меня линейка Creme Shine, не знаю, вот такой оттенок А35, наверное, или Fanfare, не знаю, кстати, как определяется этот номер у помадки MAC, но мне она понравилась. Неплохая помада, достаточно устойчивая, но она хороша именно на карандашик. То есть, она у меня вот в уголках губ иногда растекалась, и особенно в такую жаркую погоду, это мне не особо нравится. То есть, ее хорошо использовать совместно с карандашиком. Я, честно, не люблю особо такую историю. Я люблю именно вот, знаете, на ходу там нанес быстренько на губки и красивый побежал. Вот это, конечно, не та история. То есть, здесь нужно именно так основательно подходить к макияжу губ. Но оттенок очень мне нравится, и сама помада, сама текстура, сама вот как она, не знаю, носится, очень мне нравится. Вот такой вот у нее оттеночек красивый, на глянцевый, очень делает красивые губки. Ну вот пока что это и все мои пустые баночки. Обязательно напишите, стоит, не стоит мне снимать вот такие видео. Вообще, может быть, отдельное видео снимать. В общем, обязательно в комментариях напишите. Так что да, обязательно напишите, пожалуйста, интересно вам такие видео или нет. Может быть, во влогах я буду периодически показывать какие-то закончившиеся продукты. Может быть, просто какие-то продукты, которые у меня закончились, и они были для меня интересными. В общем, обязательно напишите. Вот. А также мы вчера с сыночком ездили по магазинам, готовились к школе. И сейчас тоже вставлю вам кусочек, покажу, какие вещи мы с ним приобрели. И начну я с покупок для себя. И с покупок нижнего белья. Заходили мы с сыночком в магазин «Фамилия». И я приобрела себе белье. Я очень люблю вот эту марку «Infinity». Как-то так, наверное, называется. Не знаю, вы правите меня, девочки. И вот приобрела две пары стрингов. Мне очень нравится их качество. Ну, я просто обожаю. Плюс мне, конечно же, понравилась расцветка. Эти я взяла в размере 40XS. А вот эти я взяла в размере 42S. Вообще, мой размер S по белью. Но вот эти трусики тоже хорошо сели. Поэтому я их взяла именно вот в этом размере. Белье в магазине «Фамилия» я не мерю на, скажем так, голое тело. Я всегда на свое белье одеваю. Вот. Иногда даже бывает не мерю. То есть, если я вижу вот эту марку и размер 42S, то я беру даже без примерки. И вот эти вот трусики сзади вот с такой вот бантиком. Мне очень понравились. В общем, очень симпатичные, нежненькие. Кстати, камера вот как раз-таки передает их цвет. Вот. И взяла также верх. Вот такой вот симпатичненький. Кстати, как вы видите, трусики эти стоят 199 рублей. Для этой марки это действительно очень-очень даже дешево. В моменты распродаж, вот в этом магазинчике, вы не найдете такую цену. И по качеству они мне очень нравятся. И также вот такое вот замечательное, очень красивое белье, которое мою небольшую грудь делает побольше. Я люблю такое белье. Вот такая вот эта марка. Не знаю на самом деле, что это за марка. La Senza или Semza. Даже непонятно. Как вы видите, стоил он 500 рублей. Вот. И очень красиво выглядит. Очень красиво сидит. Очень качественное. Кружево вот здесь вот. И что мне еще понравилось. Видите, здесь вот по низу, Ну, то есть по вот этой части оно просиликоненное. То есть можно отстегнуть лямочки И одеть его без лямок. Я люблю такое белье. Потому что если какие-то плечи открыты Или какая-то майка одета, Чтобы не было вот этих лямочек. Просто супер. Оно очень-очень красивое. И также я приобрела себе вот такую блузку. На самом деле, на камере я сейчас вижу, Выглядит ярче, чем есть на самом деле. Более приглушенный цвет. По низу идет вот такая басочка. Как бы такой неровный срез, да. Вот. Очень мне понравилось, как сидит. Это марка Concert Club. Размер XS. Но на самом деле, мне кажется, это большинерка. Потому что, в принципе, на мне свободненько сидит. Такая необычная синтетика. Очень приятная к телу. И обошлось мне вот это вот, как топ-майочка. Всего в 149 рублей. Минус 7% скидка. И, кстати, на все белье тоже минус 7% скидка. Потому что мы ездили в понедельник. А в понедельник в фамилии 7% скидка. И, в принципе, я взяла на самом деле, Эту кофточку только из-за этой цены. Потому что у меня есть еще темно-синие джинсы. Будут очень классно смотреться. И с юбкой будет классно смотреться. И сыночку к школе я приобрела вот такой костюмчик. Это он будет, пойдет в нем, в общем, 1 сентября. Я решила не приобретать пиджак. Потому что мне многие говорят, что он не нужен будет. Поэтому я решила вот такой костюм. То есть брюки, жилетка и белую рубашку с длинным рукавом. Купила, у нас есть с коротким, только рукавом. Закупила я все это в магазин детки. Это бывший магазин дети, по-моему, насколько я помню. Ну, все вот это синтетика. Но меня очень порадовала цена. Вот, жилетка обошлась 399 рублей. У меня нет социальной карты. Рубашка у меня обошлась тоже в 400 рублей. И вот эти брюки мне обошлись в 700 рублей. У меня мальчик крупненький. По длине они ему длинноваты. Но мама подогнет. Поэтому нам хорошо все на нем село. Замечательно. У меня его высокий достаточно. Поэтому вот в таком виде. Не знаю, у меня еще есть бабочка. У меня еще есть галстук. Может быть, еще что-то оденем. В общем, вот так вот. И купила еще обувь. Вот такие ботиночки. Это ходить на улице. Значит, верх искусственная кожа. Внутри из натуральной кожи стелька. Плюс, как это, супинатор правильно называется. Плюс на липучке. Потому что с тушнурками всегда беда. Обошлись они мне в 1900 рублей. В принципе, неплохо. Я считаю, отбегал, выбросил. У нас 34 размер ноги. И в магазине юниор. Это вот, кстати, магазинчик. Как-то вот так называется. Тысяча и одна туфелька. Ну вот. Впервые я, кстати, в этом магазине. Там неплохой выбор. Такой школьной обуви. И в магазине юниор мы зашли и купили вот такие ему кроссовки. Вот за 1390. Это на бегать на физкультуру. На самом деле, они очень мягкие вообще. То есть, вот сгибаются. У нас обязательно было, чтобы была белая подошва. Чтобы не пачкали пол. И плюс, конечно же, липучки. Чтобы когда бегал, ничего не развязывалось. Ну, а сыночку понравилась расцветка. Плюс у нас вся форма синяя. И спортивный костюм мне тоже нужно будет приобретать темно-синего цвета. Штамы, что ли, когда. Так что, вот так вот мы с сыночком вчера погуляли. И еще забыла показать. Я купила еще вот такую жилеточку. Это 100% хлопок. Обошлась она мне 899 рублей. Тоже вот в магазине детки. Вот такая вот, мне кажется, очень симпатичная. С рубашечкой, с какой-то кофточкой для школы. Мне кажется, потрясающе. На самом деле, она размер 152. Но вот в этой области, то есть она длинная. Но вот в этой области она как бы маленькая. Ну, в общем, она немножко великовата, сыночку. Ну, я думаю, во-первых, постирается. Она может немножко подсесть. Ну, во-вторых, на вырост, мне кажется, отличный вариант. Так что вот по одежде он у меня остался так укомплектован. Осталось нам только купить форму на физкультуру. И канцелярию. Так что мы уже практически готовы к первому сентября. На этой неделе еще планируем поехать в Спортмастер. Как раз купить форму на физкультуру. И закупиться канцелярией. Я вас обязательно возьму с собой. И также у нас сейчас в Питере пошли такие достаточно серьезные дожди. В общем, на этой неделе мы с мамой также планируем попробовать сходить за грибами. Посмотрим, есть или нет у нас грибочков. Вот. И тоже, конечно же, обязательно поснимаю, куда мы ходим расскажу и так далее. Вот. Но сейчас за окном дождь уже второй день. Поэтому сейчас мы все сидим дома. Мама, че? Да. Смотрю. Опа, молодец. Вот такая у меня машинка. Ужасно. Ужасно. Вот так вот проводим время. Когда на улице дождик, да? Че? На улице, что ли, дождик? Да. Да. Кто-то и не в курсе, что на улице дождик. Дождик. Придем! Да, я не в курсе. У меня золотая маслянка. Дождик. Дождик. Поехочка, а? Мама, че? Мам, иди ко мне. Мам, хочу кисти. Кисти? Какие кисти? Мордочку кисти. Сейчас будем. Привет. Привет. Ты хороший мальчик? Да. Почему ты не а? Митю, кисть. Поцелукались, да? А еще я буду ходить в садик. Да, скоро скажи, в садик. Надо было ходить. Бубочка, нет? Бубочка. Мантошечку сделали вчера, да, тебе? Да, я плакал. Плакал-то. Да. Больно было? Да. Ну, ничего страшного. Мама, ищище. Да, пока. Пока. Ну, и на сегодня я буду заканчивать свой небольшой влог. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok